Добрый день дорогие друзья! И вновь в эфире «Якутск сегодня». Прекрасная, потрясающая передача о жителях нашего города, о том, что происходит в нашем городе, как мы умеем любить, верить, развиваться, как мы умеем расти, как мы умеем воспитывать. Сегодня у нас такая тема. Все мы с вами знаем, что 2024 год президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным обозначен годом семьи. Весь этот год, ну, в принципе, всегда мы живем семьей, но весь этот год у нас основной акцент будет ставиться на год семьи. И поэтому сегодня у нас в студии потрясающие гости, потрясающие женщины. Это женщины, в семьях которых растут приемные дети. Это великие люди. И сегодня мы познакомимся с двумя из них. У нас их очень много, они расскажут об этом. Сегодня, в первую очередь, мы познакомимся с Постниковой Викторией Валерьевной. Здравствуйте, Виктория Валерьевна. Здравствуйте, Ольга. Расскажите нам, пожалуйста, о том, как вы живете, откуда родилось такое решение. Не каждый отважится взять ребенка с другим, скажем так, ну, характером, далеким от вас характером. Как этих детей воспитывать? Ну, любить, раз вы на это отважились, наверное, на любви-то у вас очень много. И вот этот вот маленький человечек, которому вы даете будущее, которого вы воспитываете, что он вас подвигло на это? Что вами руководило? Ну, я начну с того, что я по образованию педагог-психолог, социальный педагог. И моя работа связана с детьми, с семьями. Поэтому я начинала свою трудовую деятельность в школе психологом, социальным педагогом. И так на протяжении всей моей жизни я работала в социально-реабилитационных центрах с семьями, с детьми. Потом я была почти 10 лет директором детской школы искусств. Вся моя жизнь связана с детьми. Я без них вообще не представляю своей жизни. У меня у самой четверо родных детей. Но я в детстве всегда мечтала и говорила всем своим родным, что у меня будет 10 детей. Но получилось так, что у меня 7 приемных детей, у меня получается в общем 11 детей. И это, может, не предел, конечно. У нас в планах взять еще деток, потому что мы не разделяем родные дети, неродные. Все дети наши, все дети одинаковые. Они ничем не отличаются от родных. Вот поверьте, сейчас я даже больше, наверное, переживаю и помогаю, конечно, приемным детям. И они сами как бы не любят, что вот это разделение. Мы никогда не говорим там чужие приемные или это. Мы всегда говорим, все, наши сыночек, доча, все вот так вот у нас. Друзья мои, сейчас мы ведем диалог с Постниковой Викторией Валерьевной. И сейчас на экране появится небольшое скромное количество фотографий, которые мы отобрали для данной передачи, чтобы вот хотя бы немножечко показать, чем живет эта семья. Этих потрясающих ярких детей, окутанных любовью. Вот фотографии все передают. Это потрясающе, это сильно. Виктория Валерьевна, а сколько лет самому старшему ребенку? Моим родным дочкам уже много лет. Они уже взрослые, у них своя жизнь, у старшей своя семья, она сама мамочка уже. Вы сейчас пытаетесь скрыть свой возраст? Да. Виктория Валерьевна, ну все мы женщины, конечно, не хочется говорить правду, но вопрос задан. И все же, сколько лет вашим старшим дочерям? Старшей дочери 28 лет. Прекрасно, это здорово. Это просто замечательно. Внучке вот исполнилось вчера 8 лет. У нас есть уже внучка. Она одна или еще есть внучка? Нет, есть еще внучка. Продолжайте радовать нас. Скажу, с юмором хвастаться. Второй внуче исполнилось позавчера 7 месяцев. Боже мой, какая красота. И все эти дети уже, ну они в городе находятся или разъехались по другим городам? Мы разъехались, да. Но они всегда к нам приезжают. Каждое лето, каникулы, всегда с нами. У меня получается так, что у младшего сына с моей внучкой всего год разницы. Чудо! Чудо чудесное! Боже мой! Они выросли как брат и сестра, очень любят друг друга, поэтому у нас вот такая большая семья, вся такая, знаете, прям много-много детей. И бабушка просто наша не знает, как подарить даже подарки, потому что очень много. Внуки, дети, все вот так вот у нас в большом количестве. Ну, я думаю, наверное, бабушка целый год копит, чтобы... Так сколько праздников, дней рождений, и хочется каждому подарить. Ну, конечно. Ну, если вот такая колоссальная любовь к детям, желание иметь большую, хорошую, дружную семью, я представляю, как это сложно. Это вот... У нас каждый месяц дни рождения, бывает даже по несколько, и, естественно, мы празднуем очень масштабно, с аниматорами где-то в центрах, обязательно торт красивый, потому что дети у нас, как сказать, такие особенные, да, у них в прошлой жизни не было этого ничего. Они, может, в этой жизни первый раз это все у них. Они, даже вот девочки, когда я их взяла, они не знали вообще еду нормальную. Представляете, вот даже фрукты, что это, как едят они, вот мы их учили всему, понимаете. Поэтому это очень важно, этим детям устроить праздник, устроить им день ихнего рождения. Это просто должно быть феерично и шикарно, и мы стараемся. Ну, судя по тем фотографиям, которые мы видели, это да. Я вообще... Ну, мне даже смешно говорить, у меня всего четверо детей. Это тоже много, вы тоже многодетная мама. И старшему сыну моему 35 лет, я горжусь учить этим. Если четверо детей, боже мой, устаешь, выматываешься, праздники, это вот что-то, да, подарки и так далее. Ну, просто хочется за голову схватиться и подумать, боже мой, как это делаете вы? Это надо помыть, это надо постирать, это надо уроки сделать. Вот как вы делаете уроки? Мы мобильные, мы делаем дела, вот я привыкла с детства несколько дел делать одновременно. Допустим, там готовлю, там у меня стирка, тут у меня дети с уроками, и я еще что-то успеваю там в WhatsApp посмотреть. А вы еще успеваете шикарно выглядеть, вот если на то пошло, если говорить правду, да? Вот у нас в студии две потрясающих мамочки и обе очень красивые женщины. Прекрасно выглядят, да, девочки? Да. Это что-то очень, ну, не знаю, виртуозное такое. Ну, конечно, в первую очередь мы должны любить себя. Если вы любимые, счастливые, то и вокруг вы всех сделаете счастливыми. Это огромное трудолюбие. Это колоссальный труд, просто колоссальный. А еще ведь на собрание в школу ходить надо. Да. И в родительском комитете. Обязательно. Я в родительских комитетах у многих своих детей. У меня получается, что дети с первого по восьмой класс прям каждый. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой класс. И я практически во всех активную деятельность веду. Вы знаете, судя по всему, что я услышала, может быть, вам стоит все-таки баллотироваться на председателя родительского комитета школы? Так будет тёщей? У меня подруга там работает. Я, конечно, помогаю ей. Вы молодцы. Вы большие молодцы. Я понимала, что приглашаю вас на передачу. Я где-то буду теряться, потому что, ну, действительно, видеть перед собой людей, которые, ну, я не знаю, 24 часа в сутки – это вот безостановочные работы. Это всё равно это волнение, это переживание. Пошёл в школу, как дошёл. Как дела в садике, да? Получил два. Как помочь, чтобы не расстраивался, чтобы не было комплексов каких-то. Как научить быть успешным, счастливым, любящим, да? У вас в семье они уже любимые, да? Но научить любить ребёнка, не расстраиваться, если где-то споткнулся, упал, а встать дальше идти, какие-то препятствия преодолевать, да? Идти вперёд, несмотря ни на что. Это же целый, я даже не знаю, это даже наукой назвать нельзя. Это что-то колоссальное. Как вы справляетесь с тем, что вот у ребёнка, предположим, какая-то неудача? Конечно, нужно с каждым ребёнком индивидуально, да, у каждого свой характер. Естественно, я всегда жду, они приходят со школы, рассказывают мне, как прошёл день, как у них, значит, задания, оценки, всё. Я всё знаю у каждого ребёнка, что происходило у него, допустим, в школе. Я интересуюсь каждым там их событием, что, что. У меня в WhatsApp у каждого ребёнка там по 3-4 группы. Я должна вот всех-всех промониторить, посмотреть у кого что, там какие занятия. Ещё у меня все дети, конечно, заняты, у всех тренировки. Старший вот Арсен, 15 лет, он занимается волейболом, лёгкой атлетикой. И следующий Артур у меня баскетболом, Богдан футболом у каждого. Пальцы загибаем. Это что-то очень прекрасное, что-то потрясающее. А так у нас, конечно, дружная, весёлая семья. Нас никогда не бывает скучно. Я думаю, что так оно и есть на самом деле, потому что наверняка, даже если кто-то младший получил двойку, старшие пытаются помочь, родители пытаются помочь, и это всё происходит довольно... Конечно, мы же, да, мы все расстраиваемся, мы все стараемся помочь. У нас сразу настроение печальное, мы хотим ему поднять. Если вот у нас Антоша пришёл, говорит, мама, я плохо написал, ВПР, всё, мы сразу прилагаем усилия. И всё, сегодня он пришёл, довольный, говорит, мама, я хорошо написала. Молодец какой. Друзья мои, ну у нас в студии же есть ещё одна прекрасная, потрясающая мамочка Нуриманова, Жанна Александровна. И она пришла с двумя своими девочками. Ну, они представятся сами, а начнём мы с самой Жанны Александровны. Жанна Александровна, здравствуйте. Ну, здравствуйте, дорогие зрители. Меня зовут Жанна Александровна, я председатель Совета приёмных родителей города Якутска. В нашем городе 32 семьи, в которых воспитывается более 130 детей. У нас на самом деле очень много людей. А как я пришла к приёмному родительству, ну и могу сказать одно. Думала о том, чтобы стать приёмным родителем я уже очень давно. Всё время, когда принимаешь решение, начинаешь советоваться с кем-то, и все вот этот миф. Ой, у них там гены плохие, зачем тебе это и так далее. И постоянно эта штука у нас... Скорее всего, это многих беспокоит и многих останавливает. Да, и как-то оно откладывалось у меня. Ну, желание очень большое было взять ребёнка, но вот эти вот мифы, вот эти вот постоянные разговоры, и как бы не получалось. Ну, у нас вот случился несчастный случай. У меня вот... Я очень верю в дружбу. На самом деле я очень верю в дружбу. У нас... У нас вот с семьёй, с которой мы дружили, они погибли. И дети остались одни. Ну, а что нам... Ну, как... И мы дружили при жизни, а потом как... Не бывает такого, чтобы дружба быстро проходила. И мы детей взяли себе. Ну, воспитание, конечно, это дело очень серьёзное, очень долгое, очень такое ответственное. Ну, девчонки у меня самые лучшие. А мальчишки? Ну, мальчишки у меня позже появились. Потом, когда уже девчонки выросли, я уже поняла, что я могу справиться с этим, что определённый навык появился, определённые знания появились. Я начала проходить какие-то там курсы и так далее. Ну, я сама вообще... Вы нам не сказали, сколько у вас детей. У меня 10 детей. Из них трое у меня кровные. Остальные тоже мои. Все. Все мои. Все мои. Это потрясающе. Вы сегодня пришли с доченьками. Познакомьте нас с ними, пожалуйста. Моя Виктория. Вот Виктория у нас, посмотрите, вот это, я так понимаю, будущее гордости Российской Федерации в спорте. Да. Вика, давайте начнём с вас. Расскажите нам, пожалуйста, что это за награды и что вас привело к такому глобальному внедрению в спорт? О чём вы мечтаете, к чему стремитесь? Я мечтала сначала стать актрисой и потом мама спросила, куда хочешь записаться? Я сказала, не знаю пока. Она сказала, есть лёгкая атлетика? Я такая, о, там, наверное, шпагат учат. И записалась туда, не знаю, куда я иду. Потом начала заниматься, было сложно, но меня поддерживала мама, папа, сёстры, братья. Потом в январе я хотела это всё бросить, но что-то меня держала. Какими там спорта вы занимаетесь? Лёгкая атлетика. Я спринт бегаю. Хорошо, как вы это совещаете с учёбой? С семьёй, ладно, там мама разберётся, да, с братьями, сёстрами, это понятно. А с учёбой как? Утром я иду на тренировку, после тренировки прихожу домой, собираюсь и иду в школу. Вечером успеваю делать домашние дела и домашку. Готовить умеете, да? Да. Ага, я думала, скажет нет. Некогда. Не все, а всё умеют. Все всё умеют. Бытовые навыки – это первая очередь, чему учат семье. Это прекрасно, бытовые навыки. Да, у меня дочь в 9 лет уже готовит. Как-то я эту фразу даже вот, бытовые навыки, даже не ожидала её услышать. В студии, ну как, вот, ну хорошо, просто вот быть хозяйкой, бытовые навыки. Я запомню это. Жанна Александровна, у нас есть тут ещё одна прекрасная представительница вашей большой семьи. Здравствуйте всем, меня зовут Роза, и я также являюсь дочерью этой прекрасной женщины. Молодец. Виктория, уважаемые друзья, Виктория в начале передачи, вернее, до начала передачи, поделилась с нами радостным событием. Она написала стихотворение к 9 мая. К 9 мая. То есть чувство патриотизма растёт и развивается в наших детях. Это потрясающе. И мы сейчас попросим Вику не постесняться и прочесть нам это стихотворение. Для начала хочу сказать, меня зовут Роза всё-таки. Роза, прости, прости, Роза. Волнуюсь. Вика, Роза. Да. А началось это всё с того, что мы очень много путешествовали. Прям очень много. Мы за одно лето, я помню, около 20 городов, что ли, объехали, если не больше. И перед этим, вот, конечно же, был праздник. 9 мая. Я очень люблю этот праздник, потому что на самом деле я, правда, благодарна всем тем, кто сражался за нашу Родину. Это ведь так прекрасно. И помню один раз, когда мы тоже путешествовали по телевизору, нам показывали фильм. Я села, с папой смотрела. Это тоже было про те времена, про войну. Я смотрела, удивлялась. Это всё было так захватывающе. И я прям так начала чувствовать такую гордость, то, что вот это вот произошло с нами, мы всё-таки смогли. И всё-таки я написала это стихотворение, просто не задумываясь. Вот как с языка. Это стихотворение. Это стихотворение, конечно, не очень длинное, но я туда вложила все свои чувства. И всё, чем, почему я горжусь. Это прекрасное стихотворение. Честно говоря, я вот в восторге. Настолько ярко подобраны слова, переданные эмоции. Как человек, который увлекается литературой, я просто в восторге. Это прекрасные стихи. И я тебе от всей души рекомендую не останавливаться и продолжать писать стихи обязательно. Уважаемые мамочки, спасибо за то, что вы к нам пришли. Нуриманова Жанна Александровна, Постникова Виктория Валерьевна, девочки, Вика, Роза. Спасибо, что вы пришли к нам в студию. Поговорили с нами, пообщались. И я надеюсь, что мы ещё раз встретимся. Розу мы ждём с новыми стихами. Пусть ваши семьи будут благополучны, благодатны и здоровы. Это самое главное. Друзья мои, сейчас мы уходим на рекламу. Оставайтесь с нами в эфире передачи «Якутск. Сегодня». Обязательно оставайтесь с нами. И снова здравствуйте, дорогие друзья. В эфире передача «Якутск. Сегодня». Я её ведущая Ольга Голдобина. Сегодня мы говорим о том, что мы будем делать в 2024 году. 2024 год президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным назван годом семьи, объявлен годом семьи. Также 2024 год, данный год, нашим Илдарханом Айсен Сергеевичем Николаевым назван годом детства, объявлен годом детства. Это настолько прекрасное направление в нашей жизни. Оно незыблемо всегда. Говорят об этом, не говорят, объявляют, не объявляют. Мы всегда этим живём. Но, тем не менее, в данный год нам надо сделать что-то как-то большее, акцентов расставить больше, постараться дать детям больше, чтобы следующий год уже автоматически перешёл в это наиболее активное русло по работе с детьми, по работе с детьми на тему семьи, любви, патриотизма, учёбы, чтобы наши дети понимали и получали от нас те знания, которые ведут их в будущем к успеху, а, следовательно, к успеху нашей с вами Родины, нашего города Якутска, нашей потрясающей республики Саха-Якутия, нашей великой Российской Федерации. Поэтому сегодня у нас в гостях прекрасные люди. Ну, настолько они яркие. Вы наверняка сейчас обратили внимание, это трое детей у нас, снова в студии дети. Дети, которые будут говорить о своих успехах, о своём видении, что они хотят в этой жизни получить, к чему они стремятся. И прекрасный, потрясающий, яркий руководитель, директор гимназии Центр глобального образования, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и детству, депутат Городской думы города Якутска Александр Владимирович Чудиновских. Здравствуйте, Александр Владимирович. Здравствуйте, Ольга Владиславовна. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Александр Владимирович, я вот просто передаю микрофон в ваши руки и буду слушать и наслаждаться то, о чём вы нам расскажете, о чём вы нам поведаете и о чём расскажут ваши дети. Ну, в свою очередь, я оттолкнусь от тех тезисов, которые вы начали, да, данный эфир. Конечно, сегодня, что касается патриотизма, что касается формирования тех навыков, которые нам нужны для взрослой жизни молодого поколения, сегодня это первостепенные задачи школы, с которыми и на уровне города Якутска, на уровне системы школьного образования города довольно-таки неплохо справляется система. Конечно, вы наверняка уже заметили, что инфраструктурно сегодня изменения происходят, и прирост в городе Якутске, он значительный. Строятся школы практически каждый год. Сейчас утверждён уже мастер-план. Помимо мастера-плана идут определённые инвестиционные проекты с привлечением уже частных денег для того, чтобы выстраивать нам новые учреждения. И сегодня в рамках, конечно, патриотизма также проводятся линейки. Это такое новшество, он уже вот идёт практически полтора года, как мы включаем гимны и Республики Саха-Якутия, и Российской Федерации, и торжественно вручаемы грамоты и какие-то определённые награды нашим учащимся по результатам их деятельности. Сегодня действительно, как вы подметили, в студии у нас трое учащихся. Выбирать было очень сложно, потому что действительно в этом году гимназия Центра глобального образования, немножко внутреннюю информацию скажу, практически втрое увеличила свои результаты по сравнению с первым годом открытия. Открылись мы в 2021 году, и вот в течение трёх лет мы функционируем, и дай бог, и дальше, так скажем, у нас будет так же успешно. Сегодня я по левую руку представлю, наверное, с молодой особой, 9-й В класса, Анжелина Ядреева. И, Анжелина, немножечко расскажи, пожалуйста, про себя. Какой у тебя результат, и чем ты отличилась, можно сказать, на уровне Российской Федерации? Пожалуйста, Анжелина. Осенью меня позвали участвовать в хоре первых. Мы отправили видео, нас приняли. Мы полетели в Москву в конце октября по начало ноября. Выступили на сцене ВДНХ, тысячи детей было очень много, из разных мест, познакомились со многими. И думаю, это был очень хороший опыт, и очень... Ну, я впервые полетела в Москву. Анжелика, хорошо. Хор первых, что это такое? Расскажи нам, пожалуйста. Хор первых — это... Что вы пели? Мы пели песни «Движение первых». Это всероссийская организация, которая каждый год проводит такие мероприятия и даёт возможность всем детям участвовать в таком большом мероприятии. А сколько человек от школы ездило? Или ты одна? То есть была команда «Арт-города»? Из нашей школы была... Ну, я и одна девочка ещё. И из села... От республики трое детей. Да, вот. От республики трое детей, и ты попала в эту прекрасную тройку. Это очень достойно. Очень ярко, очень достойно. Скажи, пожалуйста, ну, конечно же, ты почувствовала вот ощущение грандиозности, оно было, да? Да, было. А гордость за то, что ты с Якутией. Вот как вот это вот у тебя внутри? Гордость, гордость. Ну, да, я... Все у нас спрашивали, пацаны, вы из Казахстана? Вы из Кореи? Говорили, нет, мы из республики Саха-Якутия. Думаю, то, что мы были единственными, которые отличились от всех, потому что все в основном были русские, и все они интересовались нами, и я почувствовала гордость за нашу республику, вот. Ну, правильно, потому что там же города России, там детей больше, само собой, от Якутии всего три человека. Да. Ну, я думаю, что в следующий раз надо, чтобы как-то вот больше детей от Якутии поехало, правда? Ну, что же всего-то, ведь, а давайте целый хор туда. Ну, конечно, да, там хор, там сколько, тысячи, да, по-моему? Да, тысячи детей было. И на сцене вы с кем пели вместе? С шаманом. То есть это настолько... Вот с этого надо было начинать, что эту песню вы исполняли совместно с Ярославом Дроновым, который сейчас является лидером патриотической песни в России. Это очень почётно. Также хочу отметить то, что у нас очень много было репетиций каждый день с утра до вечера. Мы очень уставали, но это всё-таки осталось у нас в воспоминаниях, такие тёплые. Теперь ты ярко понимаешь, как работают эти люди, да? Да. Они просто на износ работают. Да. Чтобы быть таким ярким на сцене, как шаман Ярослав Дронов, чтобы писать такие песни, надо очень много работать. Да. Скажи, пожалуйста, вот ты просто любишь петь, или это твоя цель в жизни? То есть когда ты вырастишь, ты будешь исполнителем? Ну, так как я занималась 7 лет, я выпускница студии Егоровых Алексея и Екатерины Егоровых. Вот. И думаю то, что в будущем я... Ты посвятишь себя искусству? Да. Я творческий человек, я так считаю. Вот теперь тебе надо готовиться работать именно в таком ключе. И работать так же мощно, не покладая рук, и идти к своей цели. А вообще себя, вот ты видишь как? Участником хора? Нет, я вижу себя... Ну... Вокалисткой? Да. Ты будешь звездой? Да, я буду звездой. Я очень рада. Я считаю это правильно. Если у тебя есть цель быть звездой, значит, у тебя есть цель много работать. А любая работа, любой труд, он в фильмах говорят, ну, в комедиях облагораживает, да? А мы как говорим? Это то, что нас развивает и ведёт не просто к успеху, а ведёт к самореализации. Да. То есть ты самодостаточная личность. Ты много работаешь, ты ставишь перед собой цель, ты её достигаешь. Достигла одной цели, ты идёшь дальше. Мальчики, у вас так же происходит? Да. Давайте знакомиться. Кто будет первый? Рассказывайте себе. Давайте. Ага, давайте. Здравствуйте, меня зовут Аргнов Никита, я из английского класса и из такой же чудесной гимназии, как гимназия ЦГО. Я участвовал в разных конференциях и олимпиадах по английскому языку. Я предоставлял работы по разной английской литературе и занимал несколько победных мест на английских олимпиадах. Это потрясающе. Но на самом деле, когда я слышу этот голос, мне кажется, это настолько звезда сцены оперы, театра и балета. Это вот что-то. Ты не видишь себя как музыкант. Ну, прекрасный голос. Это чудесный голос. Ты поёшь? Я пою только для себя. Я никому не предоставляю такой голос. Я больше всего слышал, чтобы я музыкальный слух хороший. Петь никто так не говорил раньше. Александр Владимирович. Ну, здесь. Вы ещё не знаете, какие олимпиады, какие места и на каком уровне занимал Никита. Здесь можно поподробнее. А что касается голоса, ну, тот, кто изучает языки, он, конечно, имеет хороший очень слух. Потому что язык – это всё-таки пародия. Ну, согласитесь, слух – это слух. Слух есть у нас у всех. Но такой красивый голос, богатый, шаляпин. Я думаю, в следующей части своей жизни, на каком-то определённом этапе, Никита позволит себе раскрыть. Александр Владимирович, ну, где-то вот давайте в школе хоть попробуйте. А вдруг ему это понравится. Но вы уже обмолвились о том, что мы не знаем на самом деле, какие подвиги уже успел совершить в жизни этот молодой человек. Расскажите нам, пожалуйста. Никита, давай я тебе предоставлю возможность. Ты всё-таки лучше осведомлён. Он скромничает. Ну, скромничает, ничего. Расскажи про республиканский уровень и так далее. Я сам недавно участвовал на республиканском НПК. Там было очень даже много людей. 300 человек. Все в одном большом стадионе. И мы предоставляли работу по структуре кулинарного рецепта по посту Джером К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки». Я сам эту работу предоставлял к судьям. Я сам люблю эту работу. Я горжусь этой работой, потому что она была особенной по сравнению с другими, которые я видел. Особенно по литературе. Я сам интересуюсь английской литературой. И по такой пусть, как «Трое в лодке, не считая собаки», думая то, что просто отлично. У Никиты было сразу, причём, два наставника. Один его постоянный учитель. Это Егорова Александра Васильевна. Это заслуженный учитель Российской Федерации. Довольно-таки, так скажем, опытный. Носитель традиционных ценностей. Очень такой учитель со стажем. Ну, а второй – это молодой наш учитель, который только пришёл с университета. Он совсем ещё, так скажем, первые шаги делает. Но у него безупречный английский язык. Он говорит на нём с детства. И вот они с Никитой уже сдружились. Вот кратко расскажи, пожалуйста, Алексей Андреевич. Алексей Андреевич. Алексей Андреевич – чудесный человек. Мунхалов. Вот и в школе, и на конференции мы обсуждали общие темы. Тоже говорили про игры, про литературу, про университетскую жизнь. И он один из самых интересных людей, о которых я когда-либо говорил. Ну, сейчас во многих школах, даже в округах проводят научно-практические конференции на уровне города, республики. Это потрясающие вещи, которые дают нашим детям себя раскрыть. Развитие такое яркое. Пришло время познакомиться с вами. Как вас зовут? В каком классе вы учитесь? Здравствуйте. Меня зовут Николай Ф. Тимур. Я из 10-го класса. Также я являюсь президентом нашей гимназии. Участник волонтерского этрада «Клевер». И также режиссёр медиа-центра «Феникс». И капитан волейбольной команды нашей школы. Давайте остановимся на слове «президент». Это очень красиво звучит. И в нашей студии часто бывают дети. И 21-я школа «президент» приходила. Вот теперь президент ЦГО. Давайте расскажем нашим телезрителям, радиослушателям, что это значит. Кто такой президент в учебном заведении? Ну, президент школы – это, скорее, лидер, который озвучивает идеи и желания других учащихся. Чтобы он осуществлял желания детей. А помимо этого подаёт правильный пример. Вот спорт очень хорошо отметил, Тимур. И, конечно же, участие в самоуправлении гимназии – это тоже достаточно. Ну, я так понимаю, что раз есть президент, значит, есть ещё кто-то, да? Целая команда активистов. Вице-президент ЦГО. О, даже так у нас, да. Ну, есть целая команда активных, неравнодушных детей, которые делают определённую работу конкретного направления. Хорошо. Давайте поговорим о чём? О патриотике. Патриотизм. Сейчас это очень важный момент. Очень важный момент. И вашу школу, Центр глобального образования, посетил советник главы Донецкой народной республики Кимаковский Игорь Владимирович. Расскажите, пожалуйста, об этой встрече. Причём эта встреча проходила совместно с нашими общественными деятелями. И действительно, такие встречи, они незабываемые, и у нас и интервью очень неплохое получилось с Игорем Владимировичем. Что касается патриотики, то как раз-таки у нас участники самоуправления, они выносят флаг. Это происходит каждую неделю, как раз-таки во время пересменки. И один из таких вот тоже моментов очень серьёзных, Тимур Николаевич, да, наш президент, он немножко скромничает. Они недавно тоже посещали город Москву и, значит, участвовали во всероссийском большом конкурсе на, значит, первая помощь. Был отбор на уровне республики, и наше учреждение так получилось, заняло первое место. Ну и детей всех проспонсировала республика, правительство республики, город Якутск. И они вот удосужились стать участниками на очень большом серьёзном мероприятии. Вот здесь Тимур как раз-таки может немножечко ещё дополнить. Ну, я сам даже не понимаю, как я туда попал. Я раньше не увлекался первой помощью, меня обжирщик, короче, попросил записаться. Я записался, и пять детей из нашей школы прошли на республиканский тур, и мы смогли выиграть общими усилиями. Заняли первое место, и вот полетели в Москву. Уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели, вот в который раз мы встречаемся с детьми, с руководителями школ в этой студии, и всё время звучит одно и то же, да? И это то, что мы слышим, это просто счастье, это праздник. Детьми занимаются, их учат быть патриотами своей Родины. Их учат любить, их учат верить в себя. Сколько разнообразных событий происходит в их жизни. Они ездят в другие города, ездят в другие страны, они занимаются обменом опыта. И вот даже на примерах вот этих вот трёх скромных ребятишек, которые сейчас... Ну, просто времени не хватает рассказать вот всё целиком, что они в своей жизни уже в молодой жизни пережили. Что они испытали, что они для себя решили, и какие выводы они для себя сделали. У них просто времени на это нет, но мы-то с вами слышим это всё. Это радостно, это прекрасно, это потрясающе. Уважаемый Александр Владимирович, у нас вот передача уже подходит к концу. Осталось буквально полминутки. Что вы желаете жителям, детям, главное детям, всей нашей потрясающей, яркой республики Саха-Якутия? Здесь, конечно, никогда не сдаваться, верить в свой успех. Но успех, он достигается только любовью к родине, любовью к своей семье и, конечно же, к таким ценностям, как образование, воспитание. И дорогу осилит идущий. Надо идти вперёд и не сдаваться. Друзья мои, всего доброго вам, всего замечательного. Здоровья, счастья, благополучия. Берегите себя, берегите своё место, где вы живёте. Берегите...